Что такое успех по-женски? Такая интересная тема, вообще надо понимать, что успех для каждого свой. Вот мы сейчас привыкли навязывать стандарт, вернее, общество сейчас навязывает нам такие стандартные какие-то маркеры, по которым человек должен понимать, что он успешный. Ты должен зарабатывать не менее определенного количества денег. У тебя должна быть машина определенной марки, у тебя должна быть квартира, ну и так далее. Но дело в том, что успех — это очень такое субъективное понятие, потому что есть люди, которые считают себя успешными, несмотря на то, что у них отсутствуют общепринятые какие-то вещи, у них отсутствует признание в обществе, так скажем, но тем не менее у них есть ощущение, что они успешны. Поэтому мне кажется, здесь очень важно понимать, что женщина, мужчина, важно культивировать в себе личность и свое понимание успеха. «А что для меня успех?» — задавать себе вот этот вопрос. И тогда отсюда уже вытекают ощущения общения с окружающим миром. И, соответственно, есть даже такое, знаете, могу предложить вам, друзья, упражнение, когда каждый может сесть и выписать для меня, что такое успех. И как упростить это упражнение? Потому что когда спрашиваешь у людей, что такое успех, всплывают какие-то сразу маркеры, которые есть в обществе. Но личность проявляется в том, что мы можем посмотреть каждую сферу своей жизни отдельно. Вот что для меня успех в семейных отношениях? Что для меня успех в общении с друзьями? Что для меня успех в моей духовной практике? Что для меня успех в моей профессиональной деятельности? И тогда, когда мы прописываем вот эти положения, потом мы можем собрать всё вместе и посмотреть, что для меня успех в целом. А отсюда тогда уже смотреть, как это соотносится с моей жизнью. И проявлен ли в моей жизни успех? Успешна ли моя жизнь? Но ещё важный момент нельзя забывать о том, что мудрецы говорят, что получить вообще человеческое тело — это большая удача. И раз уж мы оказались в этом теле, то мы можем задействовать свои способности, которых нет у других форм жизни. И самая главная способность — это способность жить и задавать вопросы о смыслах. А зачем? А для чего? А в чём смысл моей жизни? Куда мне двигаться? Зачем мне двигаться? Вот эти вопросы. И второй момент очень важен, чтобы мы проявляли свою способность мечтать. Потому что успех невозможен без мечты. Потому что это тоже единственная способность, которая отличает нас от представителей животного мира. Мы можем видеть вот эти картины, к которым мы можем прийти, к которым мы можем стремиться. Мы можем таким образом вдохновляться. Мы можем подключаться к своим ценностям, двигаться вперёд и таким образом становиться всё более успешными и успешными. Продолжение следует...